Я напоминаю, в чем задача. Было такое условие. Дано множество переменных x1, xn и 2 BDD e1 и e2, которые как функции совпадают, они одни и те же функции вычисляют, и кроме того они нередуцируемы. Я напоминаю, что было три правила реэдукции. Значит, одно правило связано было с удалением вершин вот такого типа. Значит, вот тут 0, 0, 1, 1. И если нашлось такое, то можно удалить одну из вершин. Далее вершины, которые, вернее, если есть два ребра из одной вершины, то просто-напросто эту вершину можно удалить, а ребро перенаправить в конец этих ребер. И метка та же самая. И третье – это удаление недостижимых вершин. Был вопрос, может быть, с самого начала эти недостижимые удалить, и потом их не удалять. Нет, значит, они появляются, когда вот у вас такого рода возникают. Сейчас. Ну, короче говоря, вот это правило, его иногда надо применять, и после. Хотя, может быть, и сразу их можно удалить. Ну, в общем, эти три правила, они все приводят к тем, что как БДД, вычисляющим ту же самую функцию, что и исходная БДД. И вот задача доказать, что если есть две БДД, которым уже ни одного из этих правил применить нельзя, и как функции они совпадают, и согласованы они с этим порядком переменных обе, то тогда они изоморфны, как графы. Значит, вот я делал намек, как это можно доказать. Вот у вас Е1, вот у вас Е2. Существует полное БДД, то есть у нее, это граф, это полное дерево. И вот эти Е1, Е2 можно получить при помощи этих трех правил из полного дерева. А дальше надо доказать, что свойства Чорча-Россера. Значит, вот полное дерево, вот один раз. То есть, вот давайте рассмотрим преобразование БДД, вот, в которых эти три правила могут применяться, и плюс еще правило, что тождественное. То есть, вот если можно, вот, Е1 преобразовать в Е1 штрих, либо одним из этих трех правил, либо тождественное, то есть Е1 равно Е1. Вот, мы будем такое обобщенное преобразование рассматривать. И вот именно оно и как раз будет, значит, вот применяться при, вот, таком рассуждении. Значит, вот полное дерево, и вот последовательность преобразований, которые заканчиваются Е1, и последовательность преобразований, которые заканчиваются Е2. Это вот какие-то, вот такие стрелочки. Значит, свойства надо доказать такое. Вот, если есть произвольное БДД, и вот у него два варианта преобразования можно применить, вот такого типа, либо одно из этих трех, либо тождественное, тогда существует БДД, которое получается из результата первой, вот есть Е, вот есть Е штрих, есть Е2 штриха. Тогда можно придумать такие преобразования Е штриха Е2 штриха в одно и то же. То есть, значит, это тоже одно из трех, либо тождественное, это тоже одно из трех, либо тождественное. Вот, и как только это будет доказано, тогда, значит, сразу же вот можно из этой картиночки сделать вот такую картиночку, вот первую вилочку преобразовать в одну, потом у вас есть такое, есть такое, значит, можно вот так вот, понятно, да, ну и так далее. Вот, далее есть так и так, значит, можно так и так. И вот так вот, в общем, вот постепенно прийти к существованию такой БДД, вот она, что из Е1 ее можно получить, и из Е2 можно ее получить, а мы-то знаем, что правила, вот, редукции к Е1 и Е2 уже применить нельзя. То есть, все вот эти стрелочки в действительности это только лишь тождественное преобразование, так что вот эта БДД, она будет равна Е1 и Е2, то есть они, ну, равна в смысле изморфизма графов. Вот, значит, у нас графы изоморфные, если можно наложить первую на вторую с сохранением ребер, и это будет, а, да, кстати, самое, напомните-ка мне, вот через 45 минут я должен сделать перерыв, я должен сбегать на дружественную кафедру, сказать что-то про себя. Это кафедра теоретической информатики. Вот, там народ, который хочет тоже заниматься задачами верификации программ, но по той кафедре специализироваться тоже, это, кстати, есть договоренность, что я их могу тоже имя руководить. Так что, там уже началось, вы мне напомните, пожалуйста, ладно, там, это будет в 17.30. Вот, в 17.30 я сделаю перерыв минут на 5 или на 10. Так, значит, сейчас вот, то есть, понятно, да, идея, что надо сделать? Первое, доказать, что существует последовательность преобразования из полного бинарного дерева в Е1-Е2, и второе, это свойство Чорчилл-Россера. Вот, давайте сейчас эти задачи, кто решил? Значит, кто решил? Ты, Никита, то есть, Сергей, забыл я, не решил. А что ты говорил, что ты что-то решил? Я пробовал эту задачу решать, потому что я решал не буду. Фу-фу-фу. Так, ладно, а у тебя как дела? Я тоже не знаю, но я не услышал, что у нас есть какое-то процессное преобразование, и я там ничего не включился. Ну, это не очень сложно. А вы, Сергей, с Ильей как, не решали? Так, давайте, эту задачу надо решить, и тогда обсудим, когда, кто ее сможет сделать. А ты, Глеб, решал на эту задачу? Ну, порешайте, она легкая. Так, хорошо. Значит, вот мы поняли, что БДД – это одна из форм описания булевых функций. Вот, я, кстати, пользуюсь возможностью на ВМК в среду 4 апреля, к федеральному семинару кафедры ИБ. Там будет доклад Логачева тоже, еще одна форма представления булевых функций. Вот, я вам рекомендую посещать все вообще мероприятия, в которых что-то рассказывается о формах представления булевых функций. То есть, вот это очень важно. Вот сейчас огромнейшая проблема – придумать что-то, кроме БДД для верификации программ. То есть, средства представления булевых функций, которые вот не БДДшные, а какие-то другие. Вот, БДДшные, они все-таки имеют свои недостатки. Вот, ну, значит, вот, в общем, у Логачева там какие-то идеи с гиперсферами связаны. Значит, еще раз, это 4.04, время, какое там время-то, 18.05, кажется. Вот, аудитория 685. Вот, так, значит, ну вот мы имеем такую форму представления булевых функций. И давайте я напомню, что с этими БДД надо делать для верификации программ. Значит, у нас идея верификации в том, что мы должны вычислить наибольшую, наименьшую неподвижную точку и наибольшую, тоже, если другая формула. Для монотонных операторов, вот так вот, значит, там, мю з точка с кси, объединенная с с фи, пересеченная е х от з. Значит, а вот множество, да, нам надо вот, значит, вот что здесь написано, это как в лямбда-исчислении, значит, функция, которая аргумент z преобразует в результат то, что в скобках, и надо найти наименьшую неподвижную точку вот этого оператора, причем найти ее не в виде множества, а в виде БДД, представляющей это множество. Да, напомню, что все множества у нас это подможество означиваний. У нас, значит, с фи и с кси представляются с вами БДД, это, БДД это функция от вот этих вот переменных, значит, вот с фи, это функция от переменных программ, плюс переменная et, и, значит, нам по этим двум БДД надо найти БДД, соответствующий вот этому множеству. Ну, понятно, да, еще раз связь между БДД и множествами. Всякая функция, то бишь, всякая БДД, она определяет множество тех означиваний, на которых эта функция принимает значение единиц. И вот, значит, все эти множества из ужасно большого количества элементов мы не представляем явно, а представляем только функции, которые вот согласованы с этими множествами. Таким образом, значит, что нам надо, то есть как найти вот эту вот неподвижную точку? Надо начинать с пустого множества, на самом деле не с него, а с немножко более, наверное, широкого, да, хотя бы там, ну, впрочем, ладно, это мы разберемся еще с какого, но в теории там достаточно с пустого множества начать, то есть БДД, там, соответственно, нулевому значению из одной вершины взять, и потом применять этот оператор. То есть, смотрите, нам надо вычислять по БДД для множества Z, БДД для EX от Z. Как это делать, это я расскажу попозже. Значит, я хочу предупредить следующее, что вот сегодня я буду много всяких алгоритмов выписывать, а следующая лекция, она будет посвящена логике линейного времени, это более существенно сложный материал, вот, я хочу, чтобы вы морально подготовились, что уже, вот, кстати, будет довольно серьезная наука, вот, там, значит, вот, надо внимательно за всем этим следить, и закончу я пораньше курс в целом. Я 29 апреля улетаю в Ташкент на две недели, и, значит, вот у нас последняя лекция будет 27 апреля, то есть у нас будет еще 4 лекции, да, не считая эту. Так, значит, вот как нам сейчас быть? Вот у нас есть такой монотонный оператор, у которого БДД для S-CSI и S-FI мы уже знаем, вот. Нам надо начинать с пустого множества, что применять этот оператор к нему получить уже какое-то не пустое множество, ну, то есть там будет точно S-CSI, вот, и какой-то еще довесок, который мы должны сосчитать. Это будет представлено в виде БДД. Эту БДД надо опять подать в качестве аргумента вместо Z на этот оператор, вот. Но прежде чем подать, надо сравнить вот то, что мы будем подавать, с тем, что подавалось в предыдущий раз, то есть нам надо достичь стабилизации, то есть вот получим БДД, прежде всего сравните, заморфнули ли это БДД тому, что было на предыдущем шаге, и, значит, вот теорема эта работает, да, что БДД, если они одинаковые как функции, то они заморфнут как графы, вот. Так, таким образом мы должны реализовать операции, вот, ЕХ, этот попозже будет, вот. И также предположим, что вот эту БДД мы вычислили, эту мы знаем БДД, значит, нам надо реализовать БДД, который представляет пересечение множеств, создаваемых другими БДД, вот. Это я сейчас расскажу. И, кроме того, надо для объединения то же самое сделать. Так, и вот сейчас давайте, собственно, перейдем к этому вопросу, как по БДД, о том БДД, представить БДД, желательно оптимального размера. Разумеется, наверное, тривиально эту задачу решить как-то можно. Там есть тривиальное решение или нет? Как-нибудь вот БДД для Е1, вот, БДД для Е2, вот, это графика какие-то, да? Вот, из них создать БДД, которая функцию конъюнкции вычисляет. Вот, у этой БДД какая-то функция, у этой какая-то функция. Вот, нам надо, чтобы вот такая функция представлялась нашей БДД, как такую БДД построить. В общем, вот, есть метод, который позволяет это делать и не слишком размер при этом возрастает. То есть, если он наш размер будет... Размер для этого будет сумма размеров этих, это нас не устраивает, то есть удваивается, так сказать, как бы... Вот, то есть, увеличивается сильно размер. Нам все-таки хотелось иметь приемлемый размер, вот, чтобы он экспоненциально не разрастался, в зависимости от количества операций. Так, вот, сейчас я это дело аккуратно изложу. Значит, прежде всего, давайте мы сейчас сделаем определение такое. Вот, есть Е, это БДД какая-то. От переменных х1, тогда ли хн. Вот, функция, это я забыл, как эта операция над функциями называется, когда вот у одной переменной значение полагается равным нулю, и будет функция от меньшего числа переменных. Это вот одна из операций над функциями. Короче говоря, вот я вот какую-то переменную х выделяю, и, значит, ее зануляю. Вот, у меня будет БДД от меньшего числа переменных. Вот, вопрос, можно ли сделать какое-то коротенькое преобразование БДД для Е, чтобы получилось БДД для функции вот такой, значит, от меньшего числа переменных. Ну, тут, может быть, лучше х и написать, вот, х и, значит, принимать значение 0. Ну, утверждается, что это сделать можно. Очень просто. Значит, вот БДДИ. В ней есть вершины, у которых метка как раз равна ХИ. И, согласно определению, из этой вершины должны выходить два ребра с меткой 0 и 1. И надо сделать следующее. Любое входящее ребро в эту вершину надо перенаправить в вершину, которая вот на выходящем из ХИ с меткой 0. Вот и очень простое преобразование. Значит, но тут такой случай, когда ХИ это Х1, то даже не Х1, а, в общем, вершина корневая, тогда просто корень мы должны другим сделать. Значит, да, и здесь вот это дело, разумеется, надо удалить, потому что все входящие ребра мы перенаправили, то есть в нее вершины, ребер новых не входят, и она недостижимой становится. Вот, если она корневая, тогда просто вот ничего в него не входит, а новым корнем будет конец ребра, выходящего из этой вершины с меткой 0. И то же самое, когда там не 0, а единица. Значит, вот сейчас булевые операции над БДД мы рассматриваем. Ну, отрицание мы еще в прошлый раз говорили, как делать, да? Если есть БДДЕ, то если мы в этой БДД все нолики заменим на единички, а единички на нолики, то у нас, ну, в смысле, в концевых вершинах мы метки поменяем, значит, на инверсные. Это будет БДД для отрицания той функции, которую вычисляет исходная БДД. Так, ну вот теперь сейчас самый интересный случай. БДД для булевских комбинаций. Давайте мы это назовем Е1 звездочка Е2, где звездочка это конъюнкция или дизъюнкция. Так, значит, когда у вас одна из этих еитых константа, то есть 0 или 1, то это ясно, да, что будет в результате. То есть там результат равен либо второму аргументу, либо, значит, константе. То есть, если там конъюнкция и это 0, тогда и все 0 тоже. Или это дизъюнкция, а это единица, тогда все единица. Вот, а если это конъюнкция и единица, тогда результат это первый аргумент. Вот. Сейчас рассмотрим случай, когда они обе нетривиальны. И, значит, вот так описывается их. То есть, как их надо преобразовать. У них в обоих есть корни. Вот х, давайте пусть, то есть, вот корень первый помечен переменной х. Корень второй помечен переменной у. Эти переменные из одного и того же списка переменных. Значит, вот х1 подали хm. Это переменные, входящие в первую и во вторую. Так, и, значит, у них возможны варианты. Когда х равно у, когда х меньше у и когда х больше у. Ну, значит, когда больше, это х больше у, тогда мы, вот, в общем, рассмотрим случай, когда либо х равно у, либо когда х меньше у. Так, значит, в случае х равен у. То есть, вот у нас и тут х, и тут х. Вот такую картиночку я сейчас нарисую. Значит, корень тоже помечен х. Значит, из него выходят два ребра. Сметка 0 и сметка 1, как по определению. Мы рекурсивно определяем вид БДД, который мы хотим построить. Значит, вот отсюда мы должны нарисовать БДД вот такого вида. Е1, значит, вот в которой такая сделана модификация. Звездочка, это ровно-мутаж операции Е2, которая вместо х тоже 0. Вот, ну а правое по дереву то же самое, только вместо 0 единица. Так, значит, встают вопросы первые. Почему это корректное определение? Вот. Почему это корректное определение? Потому что, как работает наша БДД? Вот так, что мы нарисовали. Значит, х – это самая маленькая переменная и в Е1, и в Е2. Вот у нас, когда х равно 0, то, значит, вот результат должен быть вот такая функция Е вместо х 0. А все остальные переменные там имеют те же самые значения. Вот. Но Е – это в смысле комбинации вот этих вот, да? Вот. Надо вместо х 0 написать, а остальные переменные не трогать. И это в Е1 и в Е2. Ну, то есть вот Е1, где вместо х 0, операция применяется к Е2, вместо х тоже 0. Ну вот, собственно, и это объясняет правильность того, что мы написали. То есть вот наша БДД в случае, когда х равно 0, вот мы придем сюда, и начиная с этой точки мы должны подавать, мы должны рассматривать уже другие значения переменных, не х, а других. Вот. Ну, значит, вот если мы реализуем, вот, то есть у нас вот индукция по числу переменных, да? Да, здесь число переменных уже меньше, в них ходит только, ну, например, х это х1, тогда, тут переменные х2 и так далее, хn. Вот если мы все это реализуем, там, таким же рекурсивным образом, то это БДД для вычисления вот такой вот функции, а ровно этой нам и надо иметь. Ну, в общем, это правильное определение. И, значит, когда константы они, то есть у нас в случае, вот, возможно, что там где-то, вот мы занулим там или сделаем единицу очередную переменную, и у нас получится функция вообще без переменных, то есть ка константа. Вот это и есть база индукции. Так, ну что, включить свет? Что-то мне кажется, цвет темноват тоже. Так, не забудьте, 17.30 я должен на 10 минут. Вот. Так, ну вот, значит, мы таким образом такое рекурсивное определили алгоритм. Так, случай второй еще надо рассмотреть, когда х меньше у. Ну, он тоже несложный. Да, но обратите внимание на то, что вроде как у нас здесь раздвоение произошло, да, то есть у нас здесь на одну переменную меньше, но как-то вот сумма, то есть размер нашей БДД, он вот один, плюс размер этой, плюс размер этой, и как-то вот они, видимо, одинаковы по размеру, наверное, да, то есть удваивание, да, то есть не будет ли у нас в результате. Вот это два степени вершин, когда мы полностью дойдем до самого низа, ответ нет, не будет. Вот, если было бы это, было бы очень плохо, это была бы неадекватная операция. Вот, а я покажу, что не будет разрастания такого. Значит, так, и, значит, вот давайте сначала второй случай. х меньше у. Ну, здесь такая картиночка. Значит, корень помечен переменной х. Из него выходит ребро с меткой 0 и с меткой 1. Когда, значит, х в Е2 нету. Е2, вот, у него самый маленький переменный у, и остальные еще больше у, а х меньше, чем у. Поэтому х в Е2 не входит. То есть Е2 от х не зависит, и это мы отразим в наших определениях. Вот отсюда надо нарисовать такой БДД для вот такой вот функции, звездочка Е2. А отсюда БДД для, так, только Е1, правильно, 1х звездочка Е2. Вот, это можно понять, что, по сути-то, наше вот определение и исходное, оно, то есть, здесь на самом деле не надо это рассматривать. Вот, просто вот Е2 равно вот этому выражению, да, то есть, наше вот исходное определение-то, оно, на самом деле, и годится-то и для вот этого случая тоже. Просто вот второй случай, он, можно не указывать, что Е2, в котором х заменован на 0, равно Е2, потому что просто х там нет. Да, давайте лучше всего просто вот будем считать, что х меньше либо равно у, и вот это единое определение годится для случаев, когда х равно у, и когда х меньше у, вот. Ну, и когда х больше у, то точно так же определяется их комбинация. Так, вот давайте сейчас поймем, почему у нас не будет сильно возрастать размер. Вот, вот что такое граф для вот такой БДД. Я утверждаю, что это просто под граф Е1. Вот у нас Е1, у нее корень помечен хом, и, значит, ребро с меткой 0 ведет вершину. И вот, то есть вот Е1, вот у нее корень, вот ребро с меткой 0. Вот этот под граф, это есть не что иное, как БДД для вот такой вот, наоборот только. Вот такая, да. И, значит, вот то же самое, когда х изменяется на единицу, и таким образом, вот все вот эти вот самые БДД, которые получаются у нас здесь. Вот, дальше у нас пойдут что? БДД для вот такого рода Е1, в котором вместо х 0, то есть вот у нас будет то же самое определение, только вот уже для таких. Но там надо то же самое брать, вот, да, БДД для вот этой и какой-то там еще х штрих там заменять, допустим, на 0, да. Но это, опять же, будет БДД, содержащаяся в Е1. Вот, не будет у нас сильно разных БДД, у нас они все будут под графы в исходных БДД, то есть количество вершин у нас будет не больше, чем произведение числа вершин в Е1 и Е2. Так, да, понятно ли это? Вот, так что все оптимально, вот в чем гениальность того, кто придумал это дело. Вот это было придумано, когда я уже работал, то есть в этой области, это был такой Рандал Бриан, он из Карнеги Меллана, что? А, единообразная, там один и тот же алгоритм, он только вот… Что? Вот я его сейчас рассказал, да. Вопросы есть какие-то по этому алгоритму? Так, все, значит, вот БДД, они резко повысили количество систем, которые можно так анализировать, в смысле, ну да, то есть раньше там перебором, там просто состояние все явным образом хранились в памяти машин, и когда вот придумали БДД, то 10 в какой-то ужасно несколько сотен, значит, вот состояний можно было таким образом анализировать. Значит, еще раз напоминаю, что модулчекинг годится далеко не для всех систем, но он, в общем-то, помогает, то есть вот он есть такая развитая форма тестирования. Вот когда там, значит, у нас система большая, мы как-то огрубляем вот классы значений, которые могут принимать переменные, и переменным присваиваем небольшое… Получается, система, у которой появляются какие-то другие уже свойства, не такие, как у исходной системы, но если в такой огрубленной системе мы нашли дырку, значит, в исходной тоже дырка есть. То есть вот модулчекинг помогает, то надо обнаруживать дырки, но не полностью доказывать их отсутствие. Вот, кстати, то, что мы делаем сейчас, вот протокол избрания лидера, тоже в некоторой степени реализация этого подхода. Вот я когда говорил, что надо исследовать сначала распределенные программы с двумя участниками, с тремя участниками, вот мы на них как бы… Во-первых, на них понятно, что здесь конечные диаграммы, получается, состояние, их можно верифицировать даже без построения инвариантов, потому что там важны не значения иксов, а какое больше какого. То есть вот там программа работает одинаково для всех означиваний иксов, которые удовлетворяют вот тому же соотношению больше-меньше, которое удовлетворяет и исходное значение. Вот, и, в общем, у системы из N-процесса будет там N-факториал различных вот таких вариаций распределения значения по процессам, и, значит, там конечная диаграмма будет, вот, и можно вот построить. Значит, тут ее, то есть как модель крепкие рассматривать. Вот для неопределенного количества, то есть эти инварианты нужны, чтобы понять в неопределенном случае, какие должны быть методы верификации. Так, ну все, значит, это вот Булевская операция, они простые. Вот, более сложная операция EX. Вот она у нас там самая первая стоит. Вот, это очень сложная операция, и, по-моему, она, ее сложность, что-то у меня ничего не написано по поводу того, какую сложность имеет эта операция, но, значит, она сложнее. Давайте сейчас я ее изложу. Так. Значит, в чем задача? Вот, вычислить, вот, имеется Z, то есть какая-то БДД, надо вычислить действие этого оператора на Z, и начать надо с вычисления EX от Z. Вот, я напомню, что такое X. У вас задана модель крепкие, заданы стрелочки на ней, то бишь отношение перехода между состояниями. Вот у вас Z какое-то подмножество, вам надо найти. И X от Z это все начало стрелочек, у которых концы в Z. сейчас мы, вот, то, что нам надо, мы сделаем в общем виде. Вот, давайте рассмотрим такую операцию. Вот, у вас есть, допустим, две булевских функции. F зависит от двух групп переменных. XY и G тоже зависит от двух групп переменных. Значит, тут у X.